Начинаем с эскиза. Это очень важный этап. В эскизе мы разбираем тональные отношения и, конечно, решаем, какая будет композиция. Значит, маленький эскизик без детальной проработки глаз, носа, частей лица. Наша задача – композиция, чтобы изображение было не маленькое, не крупное. Формат – это долгие картины. Вот что интересного в данной постановке? Красивые, древние волосы. Обязательно надо упаковать. Контраст волос к одежде. Вот с самым темным пятном. Я начала с самого темного пятна. Волосы. Смотрим, где наиболее жесткие касания. Пятна волос с лицом. Самое темное место и самый большой контраст будет вот здесь. Жесткая граница. Дальше шея растворяется. Тон становится светлее, касание становится мягче. Потом еще мягче. С этой стороны. Немножечко мы видим кусок одежды. Светленький. Таким. Таким. Волнообразным. Луками. В этом месте почти сливаются с фоном. Здесь граница жесткая. Здесь жесткая, а тут мягко. Потом снова тон усиливается. И затылочная часть. Не так жестко, как здесь, но не так мягко, как вот в этих местах. Да? Что-то среднее. И потом пятно волос мягко сбрасывается с одеждой. Сливается с общей тенью. И переходит в падающую тень. Вот. Вот у нас получается такой как бы знак в формате. Можно даже немножко ростуринуть. Здесь чуть-чуть добавить. Тут чуть-чуть убрать. И перехожу к фону. Самое плотное пятно было на волосах. Номер два. Фон. Свет из окна падает отсюда. Соответственно смотрим растяжку. По вертикали и по горизонтали. Самый светлый угол здесь. Потом этот. Этот. Самый плотный. Номер четыре здесь. Отношения одежды и лица очень близкие. Но лицо чуточку светлее. Следующее потом пятно будет свитер. Я уже погрузила в тон все, кроме лица. И вижу, что можно усилить пятно волос в теневой части. Усиливаем. Так, тут складочка свитера. Разбираем отношения лицо с шеей. Ну, во-первых, закралась на лицо тень. Откуда она пришла? Она пришла вот отсюда, вот с этой пряди. Так мягенько сползла вниз. Подчеркнула овал лица. Легла на шею. Какая она плотная. Между щечкой и волосами. В этом месте плотная. И здесь довольно жесткое касание. По сравнению с близлежащими. Конечно, ему далеко до вот этого пограничного. Но, тем не менее, довольно жесткое касание. С этой стороны жестко-жестко. Мягенькая тень от чулки. Подчеркиваем спальку. Прядок тенью. Так. И потом, смотрите, что происходит. Эта тень переползает в глазницу. Вот с этой прядины переползает. Уже она мягкая. Более легкая. Подчеркивает форму. Так. Здесь у нас будет головек. Второй. Я не вырисовываю сейчас детали. Я просто стараюсь разобрать пятна и тени. Потом нос. Плотный нос. Смотрите, я не рисую каких-то границ формы. Да. Я работаю пятном. Даже линии тут нет. Потому что сейчас у нас другая задача. И вот здесь. Здесь очень плотно падающая тень от носа. Падающая тень. Здесь накапливается. А вот тут он приустаряется. Так. Губы. Вот это, я думаю, будет темный свет. Мы близкие к теме вообще ромашки. Мы разобрали плотные пяна. Большие отношения разобрали. Форм, волосы, одежда. Немножко разобрались со светом и тенью на лице. И теперь можно разобраться со светом на лице. Для этого можно прищурить глаза. Большие отношения шея-лицо. Шея светлее, потому что она не загорает. А самое светлое у нас вот это место на углу. Потом щечки, потом подбородок, довольно плотный носик. Тоже мне вдавались подробности. Чуть-чуть я это намечу. Ну и в конце можно как-то сакцентировать внимание на детали. Глазки, например. Это тоже пятно, которое играет роль, да? Я не вырисовываю подробности, обратите внимание. Это тоже такие пятнышки. Подробности я буду рисовать на углу. Если у вас есть желание, можно сделать наброски модели с разных сторон. Это только в помощь. Но наша задача здесь композиция и разбор по тону. Вот эта граница тоже какая красивая. Тон здесь накапливается пожестче, потом щелочка помягче. Вот у нас такой маленький рисунок, который можно переносить на хвост. Спасибо. 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 Спасибо.